МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В глухих таежных уголках Карелии, на западно-карельской возвышенности, находится мистическая гора Ваттавара, место силы. Каждое место силы появляется в нашей жизни не случайно. Сначала приходит информация о нем, потом встречаются люди, рассказывающие об этом месте, затем оно начинает звать тебя, снится и посылать знаки. И меня позвала Ваттавара. Летом 2015 года мы побывали на горе два раза. Если первая поездка была заранее спланированной, июнь, летнее солнцестояние, шаманы с бубнами, белые ночи, то вторая поездка в сентябре была уже практически научной экспедицией. Первые ученые появились на горе еще в 90-х годах прошлого века. Некоторые из них тогда заявили, что обнаружили здесь древнее Саамское святилище из каменных сейдов, и гора Ваттавара была объявлена памятником природы. Но в 2008 году комплексное обследование этого места Карельским научным центром показало. На Ваттаваре Саамы никогда не жили, а камни на ножках — это всего лишь последствия схода ледника. Так ли это на самом деле? Про Ваттавару был снят не один документальный фильм. Равнодушных к этому месту нет и среди туристов, которые приезжают сюда в поиске острых ощущений. Бесчисленные истории путешественников, которые не поддаются разумным объяснениям. Об отказе фотоаппаратов, часов, двигателей машин и работе навигаторов. Шаманы, эзотерики и даже скептики. Одни хотят попасть в Шамбулу, другие — развенчать мифами. Около 9 тысяч лет назад на том месте, где стоит Ваттавара, произошло мощное землетрясение, в результате которого образовался гигантский провал. Так в середине горы возник естественный амфитеатр, в центре которого образовалось озеро. Шаманы назвали его жертвенным. Исследователи предполагают, что святилище на горе Ваттавара было создано коренным населением Саами. Но известно, что численность народа, до сих пор считающегося единственным коренным народом Арктики, никогда не превышала 80 тысяч человек на огромной территории. Таким образом, сейды и мегалиты были созданы там еще до прихода сюда финно-угорских народов, которые пришли и просто столкнулись с неизвестной высокоразвитой мегалитической культурой. И святилище на Ваттаваре было создано до ледникового периода, а северные народы просто стали наследниками погибшей процивилизации. На вершине Ваттавары, на площади примерно в 6 квадратных километров, находится около 1600 камней, уложенных в некоем таинственном порядке. Древние считали, что сейд — это дух, обладающий сверхъестественной силой, хотя само слово переводится «святой». Сейды на Ваттаваре — это камни, весом в несколько тонн, стоящие на трех и более ножках и подставках. Многие из них находятся на наклонных плоскостях под большим углом, перечеркивая законы гравитации. Но при этом производят впечатление очень устойчивой конструкции. По мнению ряда исследователей, в легендах древних кельтов слово «сейд» означает «тайное знание». Какие же тайные знания хотели передать наши предки? Каждый сейд, попадавшийся нам на пути, вызывал чувства, подобные священному трепету. И, глядя на эти мегалитические конструкции, невозможно было поверить, что это сделало древние. Один удивительный исторический документ не дает покоя современным географам. Это карта, составленная в XVI веке фламандцем Герхардом Меркатором, выдающимся астрономом и географом Средневековья. Известно, что он имел доступ к закрытым библиотекам и пользовался картами, составленными задолго до него. Одной из таких карт была карта турецкого адмирала Пилерейса. На Северном полюсе он изобразил Землю, которой сегодня на картах мира нет. Она подписана Гиперборея. На плоской поверхности горы нам стали попадаться огромные валуны, распиленные под прямым углом или под наклоном. Срезы были идеально гладкие двух видов, рассеченные будто лазером с острой кромкой, либо имели разрез с оплывшим верхним краем. И даже в виде пирамиды, как отдельно стоящей, так и врезанной в блок. Особенно заинтересовали валуны с вырезанными кусками. Уже не вызывает сомнения тот факт, что в древности существовала единая строительная культура, единые инженерные знания у специалистов, возводивших объекты Гизы, Мачу-Пикчу, Баальбека, Месопотамии. А следы полигональной кладки этих сооружений носят характер такого воздействия, как будто поверхность камня во время обработки была податливой, как пластилин. Мы сфотографировали серый кварцит, имеющий следы техногенной обработки на распиле. Что это могло быть? Какой инструмент? Но больше всего поразило то, что местами из огромных валунов, казалось, была вырезана целая улица. Поднимаясь на вершину горы, мы постепенно погружались в потрясающий мистический пейзаж. Деревья, стволы которых перекручены в разные стороны невероятной силой, были буквально завязаны в фантастические узлы. Водоемы с мертвой водой, камни, покрытые бурыми пятнами, напоминающими кровь. Мертвый лес окружал нас со всех сторон. Мы старались идти за проводником, ступая след в след. Подувший сквозь ветки деревьев порыв ветра наполнял пространство горы странными звуками и непонятными голосами. Казалось, деревья говорят с нами на каком-то своем языке. Необычным было то, что чем дальше мы шли в сердце мертвого леса, тем больше ощущался подъем жизненных сил, и какое-то потрясающее чувство восторга окрыляло нас. Казалось, будто мертвый лес обозначал аномальную зону, как бы указывая на место с особенно сильной энергетикой. Возможно, именно из-за этих ощущений ходят среди туристов легенды о зонах непреднамеренного счастья на Ватаваре. В лесной зоне Ватавары большое количество озер. И если крупные озера имеют название Фотто озеро, Гиммельское, то мелкие озерца местные жители называют ламбушками. Но туристы, очарованные красотой ламбушек, дают им название. Аленушкино озеро, озеро Эхо, озеро Счастье. Так и мы, дойдя до озера на вершине горы, назвали его Белым. В сумерках в нем отражалось небо белых ночей, и озеро начинало светиться молочно-белым светом. Запустив квадрокоптер на Белом озере, первое, что мы обнаружили, огромный мегалитический фундамент, а также огромную плиту со ступенями с идеально ровной гладкой стеной высотой 2 на 15. Окрестили ее условно пирс. Поднимаясь на гору, я понимала, что слишком много вопросов и загадок задают его товара. Вопросов, на которые у человека третьего тысячелетия ответов нет. Гора была будто живая, и я попросила ее дать мне знак, что именно здесь находятся следы древней цивилизации. Я просила дать мне луч надежды, луч света, луч, луч, луч. Мы шли по границе мертвого леса, там, где перестаешь ощущать реальность и начинаешь проживать пограничное состояние. Сознание начинает терять ориентацию, кто-то начинает плакать, кто-то смеяться. И такое чувство, как здесь и сейчас, когда стирается память, и тебя тотально заполняет переживание текущего момента. Зона расширенного сознания, так называются эти места. Просматривая утром отснятый из квадрокоптера материал, я вдруг увидела луч света, блеснувший на весь экран. Луч. И я вспомнила. Я же просила знак у горы. Знак, что здесь находится наследие древней и высокоразвитой цивилизации, погибшей сотни тысяч лет назад от планетарной катастрофы. Тех, кто живет за Бореем, северным ветром, гипербореей. Страна без горя и зла, где люди нашли вечный источник жизни, где не было болезней и умирали только уставшие от жизни люди. Цивилизация, которая владела секретом расщепления атома и получения ядерной энергии, технологией размягчения камня и управления гравитацией, обладала сверхмощным оружием. Сейчас вот товары входят в топ-10 самых мистических мест России. В настоящее время многие независимые исследователи все больше и больше приходят к выводу о существовании древней высокоразвитой цивилизации, погибшей от планетарной катастрофы и оставившей нам тысячи и тысячи артефактов, которые академическая наука пытается скрыть или выдать за причуды природы. И рассматривая все факты в совокупности, можно утверждать, что на горе Ватавара находятся артефакты цивилизации Гиперборея, причем разных периодов. Более позднее – это Сейды. Более раннее – существовало еще до Ледникового периода и оставило нам великолепную мегалитическую постройку, древнюю крепость. И я предлагаю вам увидеть ее такой, какой увидели ее мы. Одна из самых больших загадок горы Ватавара – амфитеатр. Овальный фор, слегка вытянутый из запада на восток. В центре – заболоченное озеро с каменной грядой, разделяющего на две части. Лежащие под углом мегалитические стены с плотно подогнанными блоками. Но может ли природа создать такие ровные гигантские глыбы, скрепить их в прямую глыбь и возвести целую стену? Огромные блоки, развалившиеся при ударе стены, видимо, отскочили друг от друга, образовав так называемые колодцы – огромных размеров с ровными стенами, уходящими под воду. В некоторых местах четко прослеживаются стены, созданные из блоков правильной прямоугольной формы со следами техногенной обработки. И мы видим, как сложены все блоки, как в кирпичной кладке. В настоящее время неизвестны способы обработки и перемещения мегалитов. Глядя на развалины этого сооружения, мы можем только предполагать, сколько рабочих рук потребовалось, чтобы вырезать и переместить многотонные глыбы. Сейчас уже известно о катастрофе планетарного масштаба, о которой погибла гигабарея. Но мы также знаем, что те, кому удалось спастись, донесли свои знания до других народов. Но отчего могла погибнуть древняя крепость на Вод-Таваре? Очевидно, что стены упали мгновенно, ровно. Следовательно, можно говорить о трех версиях. Планетарная катастрофа, землетрясение, ядерная война. Но об этом мы расскажем в следующем фильме. Итак, наша крепость пала. Мы не знаем, что это была за война, но тысячелетия занесли стены крепости песком, землей, затем вырос мох, деревья. Первый вопрос, который задают ученые при виде подобного сооружения, где брался материал для возведения древней крепости? Подняв квадрокоптер в небо, мы увидели, что вся Вод-Таварра была нарезана прямыми линиями, будто лазером, на улице, с которых осуществлялась выемка блоков для строительства. Перед нами открылась грандиозная картина следов деятельности ушедшей цивилизации. В любую неизведанную область первыми приходят романтики, во вторыми идут и осваивают обязательно профессионалы. Обнаружить следы древней цивилизации мечта любого исследователя. Но гора открывает не всем свои секреты. Некоторые бегут от нее в панике, а у других открывается второе дыхание в жизни, будто они прошли сквозь портал времени. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова